Ну что, а ролик сегодня о том, как я продолжаю доделывать свою кухню. Да, вы правильно поняли, я заставила жена, но выбора нет, 8 марта. И еще одно, да, вы правильно поняли. Ролик я начал снимать еще в начале марта, и затянулся он до сего дня по двум причинам. Первое, это вот это. Надо пояснить. В общем, первое, это съемки одного очень интересного, смешного и увлекательного сериала «Бюро имени Жеки Фреско». Мы делаем его со Славой Гордоном, и в каждой серии мы планируем привлекать как крупного, так и не очень блогера. Так что, если вдруг вы один из них, то будем обалдеть как рады, если вы с нами посотрудничаете. Ну а всем тем, кому интересно, что же у нас получилось, я настоятельно советую перейти по ссылке в описании и подписаться на наш канал. Там уже есть две полноценные серии. Приятного просмотра. Ну а вторая причина, по которой я затянул выход ролика, это уже очередное свербящее в одном месте желание выйти на маркетплейс со своим новым продуктом. Давайте по порядку. Возвращаемся в прошлое. А сейчас я еду в вотсток, чтобы купить лист шпанированного МДФ. Ребята, я просто ахи... 6227 рублей. Ладно, вроде как отошел от цены. А сегодня мне нужно сделать настенная полочка, две штуки. И также мне нужно сделать органайзер для столовых приборов. Ну в общем-то, полочка проста до нельзя, состоит из трех частей. С самой полочки и двух боковин. Для одной полочки нам нужна площадь листа, приблизительно метр на 25 сантиметров. Запускать сразу, наверное, две я не буду. На всякий случай проверю первую. Мало ли, вдруг что-то я накосячил. Так что отрежем, наверное, кусочек от листа. И запустим его в чипу. Так, управляющая программа готова. В принципе, можно запускать. Только нужно заменить фрезу. Мне уже достаточно давно прислали для теста вот такие фрезы из магазина Cutter Shop. Как оказалось, держатся они достаточно долго. Вот мне, в принципе, я, по-моему, на все стулья, которые вырезал из фанеры, я потратил всего одну фрезу на 4 миллиметра диаметром. Для теста также взял еще вот такую фрезу диаметром 1 миллиметр. Пока что не буду ее задействовать. Это оставлю для одного из следующих роликов. Возможно, кому-то тоже будет интересно. За все время тестирования этих фрез, каких-то нареканий у меня к ним не было. Так что, наверное, могу их рекомендовать. Если кому-то тоже интересно потестить их, то ссылка на их магазин есть в описании. Продолжаем. Буду резать 6-миллиметровой стружкой вверх. Блин, я вот здесь всегда путаю. Вверх или вниз. Запускаем. Так, все-таки это, наверное, стружка вверх. Вот, блин, не хватает. Надо внести коррективы. Блин, а теперь, по-моему, перебор. Ладно, в целом нормально, я думаю. Запускаем далее. Даю, конечно, поправку, что фреза новая, но в целом очень-очень даже ровный срез получился. Так, день второй. Собственно, первое изделие практически вырезано. Единственное, оно сейчас не собирается, потому что здесь закругленные углы от фрезы. Мне, соответственно, их нужно выпрямить. У меня, как ни странно, нет стамески. Так что сегодня я купил какую-то дешевую стамеску. Я даже марку, наверное, не буду особо прям показывать. Это не важно. Они что-то даже не захотели прямой угол на ней заточить. Не знаю почему. Так что пойду попробую на гриндере перезаточить это все. Так, ну уже получше. Теперь нам нужно перейти на ручную заточку. Точнее будет сказать, наверное, что я сейчас буду просто подправлять. Вуаля! Идеально. Так, ну вот эти вот стыки сошлись идеально. Практически не чувствуется даже стыка. Начинаем клеить кромочку. Для начала попробую клеить феном. Все-таки решил попробовать еще утюгом приклеить. И, как оказалось, куда удобней. Потому как все-таки тяжеловато феном контролировать нагрев. Ну что сказать. Такой способ кромления никак иначе, как кустарничество, не назовешь. Конечно, для разовых работ пойдет и утюг. Но раз уж я решил делать серийный товар, то тут не обойтись без кромкооблицовочного станка. Он уже заказан. И в следующей серии про маркетплейсы уже буду его тестировать. Вот такой стык получается. По-моему, неплохо. Будет ли это заметно? Я подозреваю, что нет. По-любому переборщил. Теперь есть вопросы по лаку. Первый лак, который я попробовал, это был вот такой паркетный лак. Матовый. Производитель, в принципе, не важен. Я не думаю, что они сильно как-то отличаются. Либо срок годности вышел. Либо я опять не соблел температурный режим при нанесении. В общем-то, лак лег отвратительно. Пришлось его снимать на следующий день. И какую же замену я ему нашел? Двухкомпонентный полиуретановый лак. Точнее, он трехкомпонентный. Там еще нужен разбавитель в виде 646-го растворителя. Но это, извините за выражение, must have, еще раз извините за выражение, сохнет. Во-первых, это очень быстро. Это даже, по-моему, было меньше часа прошло, чтобы он высох. И можно было пройтись скотч-брайтом или 320-й наждачкой. А, 240-й. И наносить второй слой. Килограмм такого лака стоит, по-моему, от 1300 до 1400 рублей. Могу ошибаться. Единственный критерий, по которому, типа, он крутой, это очень быстрое высыхание. А в серийном производстве, как мне кажется, время это максимально дорогой ресурс. А, ну и еще один момент, наверное, все-таки скажу. В итоге, после замешивания, это, в принципе, достаточно жидкий лак. И распыляется он чуть ли не как вода, наверное, из краскопульта. Поэтому расходуется он достаточно быстро. И тут надо как-то вот тоже приспособиться к этому. Значит, 100 частей самого лака, 25 частей отвердителя и 100 частей растворителя. Лимонад. Поехали! Так, прошел час. Лак полностью высох и уже, кстати, потрясающее, по-моему, покрытие. Но нам нужно все-таки сделать межслойную шлифовку. Мне это посоветовали сделать 240-м. Посоветовали, кстати, в самом Woodstock. Я это буду делать чисто вот, сбить просто поднявшийся ворс. Шлифмашинку даже использовать не буду. Да все это уже отлично, блин. Круто. Мне очень понравилось уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, основу я вырезал под органайзер. Теперь нужно нарезать бортики. Для этого у меня есть вот такая дубовая ламель. Она где-то длиной 2 с лишним метра и толщиной 6 миллиметров. Ширина около 15 сантиметров. Наверное, можно было бы, конечно, и нарезать это все вручную, и ножовкой, и подровнять это все стамеской. Но я, наверное, все-таки выберу вариант поточнее. Не факт, что проще, но все-таки поточнее. Сделаю тоже на чипу. Поочередно буду нарезать по несколько деталей. И посмотрим, насколько это будет сходиться. Вот так. Даже, в принципе, сейчас уже могу сделать небольшой вывод. Если воспринимать данный органайзер как продукт для продажи где-нибудь на маркетплейсах, по крайней мере, в моем исполнении, как я это сейчас делаю, достаточно не очень-то удобно и быстро это делается. Во-первых, так я использую вот такие ламели 6-миллиметровые. После раскроя, не знаю, видно вам или нет, тут практически каждую прилично изогнуло. Ну, этого, в принципе, не избежать. Похожий органайзер на WildGris или Ozone я видел приблизительно от 5 до 7 тысяч рублей. Насколько это рентабельно? Не знаю, поделитесь вы в комментариях, как считаете. Мне кажется, как серийное производство, это очень неудобно и долго. Ну и вот, поработав пару часов стамеской и наждачкой, вроде как все сошлось. То есть, конечно, где-то у меня пазы я переборщил, где-то они побольше. Возможно, получится это заделать либо шпаклевкой, либо пылью с клеем. Короче, теперь самый интересный этап. Теперь-то нужно все промазать клеем и склеить. Скорее всего, нужно начать с середины, а вот углы я, скорее всего, попробую сбить гвоздиками. Ну, посмотрим, как это выйдет. Так, теперь клеим углы. Сбивать я попробую гвоздиками маленькими. Это 20 миллиметров на 1,2 диаметром. Но перед тем, как забивать, я сначала пройдусь вот таким сверлышком. Оно, блин, честно говоря, не мерил, сколько он диаметром. Чуть больше 1 миллиметра, как раз под эти гвоздики. Судя в том, что здесь стенка очень тонкая, и она, скорее всего, расколется. Так что я сначала сделаю несколько отверстий и в них забью гвоздики. Фак! Оно сломалось. Ааа! Есть! Есть! На данный органайзер я потратил 10 вот таких сверел. Возможно, это специальные сверла для каких-либо точных станков и каких-то специальных металлов. Но, в общем, в шуруповерте они сразу ломаются. В принципе, все готово. Только осталось вот эту секцию, где будут лежать ножи, дополнить некими элементами. Ладно, не придумал, что сказать. В этой секции будут лежать ножи, лезвием вниз. Соответственно, здесь нужно сделать несколько пропилов. Ну и в завершении ролика, наверное, нужно сделать какой-то итог. В общем-то, я для себя решил, что буду пробовать делать несколько моделей полок настенных. Точнее так, это будет продукт полка-вешалка. В принципе, я уже нашел поставщиков всей фурнитуры для таких изделий. Так что, в следующем ролике я опять же буду показывать весь процесс создания продукта для выхода на Marketplace, в частности, Озон. Почему Озон, спросите меня? Озон в двух километрах от моего дома. Это главный критерий. Ну, а на этом все. Если видео было вам интересно или полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok